На днях мы уже говорили о том, что Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Никитина, виновника аварии, в которой погибла молодая пара из Ноябрьска. Никитин просил суд в облегчении условий приговора, в частности, изменить колонию общего режима на колонию поселения и уменьшить сумму штрафа, которая вдруг перестала его устраивать. Причем ранее с приговором он был согласен, а это 5 лет, 11 месяцев колонии общего режима и выплата семьям погибших 6 миллионов рублей. Напомню, авария случилась в октябре прошлого года. Тогда пьяный житель Омска Алексей Никитин вылетел на обочину и сбил молодую пару из Ноябрьска, Артема и Ксению. 20-летняя девушка и ее 26-летний жених погибли. Позже выяснилось, что Ксения была на втором месяце беременности. На днях из Омска вернулась мама Ксении. Она привезла копию апелляционной жалобы, которую подал адвокат Никитина. И вот что, по словам женщины, повергла в шок близких Артема и Ксении. Что судом не учтено, что Никитин, находясь на свободе, был полностью социально обеспечен, имел два высших образования, имел постоянное место работы. В случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, разлуки с близкими ему людьми на длительный срок приведут к утрате социальных связей и неблаготворно скажутся на его исправлении. Вот понимаете, он, значит, с родителями в разлуке будет. Вот это вот нас вообще задело. Наши детей уже не вернут, только к ним и понимаем с Апаковыми, что происходит. Ну, как-то мы надеялись на ихнюю сознательность, что ли. А тут я не знаю, что творится с миром. Спасибо.